вот такой вот чистотел нарвали но здесь это у дома он под засохший чистотел больше тенечек любит поэтому тут листья но дело не в этом то есть сорвали прям под корень срезали пучок и соответственно через мясорубку прокручиваем кашица которая получилась ее отжимаете вот вам и будет сок чистотела вот такую красоту я делаю вот такой цвет это остатки у нас воска пчелинного натурального разумеется и вот такое масло это нерафинированная подсолнечника и масло черного тмина вот смотрите по маслу чистотела просто очень много вопросов у многих сезон уже отходит все то же самое найдите пост про мазь от геморроя и прочитайте какие ингредиенты в каких пропорциях только вместо и сюда я сейчас буду добавлять березовый деготь а вы вместо этого 20 процентов добавляете сок чистотела чистотел набираем нарываем отжимаем на мясорубке потом мякоть эту выжимаем и получаем сок ни один настой на масле чистотека чистотела порубленного и так далее он не даст такую концентрацию чем чистый сок выжатый и отжатый на мясорубке поэтому ну кто внимательно смотрел те посты я уже говорил что это похожие мази поэтому уже даже начали делать но кто-то не понял поэтому сейчас я вот про это говорю фирулу тоже можно добавлять можно не добавлять тут по желанию хуже точно не будет лучше да вот поэтому делайте применяйте конечно же будьте здоровы все у меня сейчас уже дорастает воск пчелины и я начну продолжать делать масло от геморроя новые заказы пока не принимаю на сообщения пока не отвечаю ни в одной соцсети ни в контакте не в телеграме не в ютубе не в инстаграме нигде потому что надо доделать сейчас я доделаю текущие все заказы и после этого зайду в переписку там очень очень много у меня сообщений начну всем отвечать и соответственно у кого там было желание что-то заказать я эти заказы буду принимать но немножко потерпите пожалуйста пока работаю с текущими всем здоровья и отличной рабочей недели